Девушки отдыхают Девушки отдыхают Скоро поедем Привет! Привет! Как дела? Собрался уже? Почти готов Все рекорды по снегу бьем А ты что хотел? Даже в Краснодаре зимой снега по колено было Так а смысл вам туда переезжать? Там по колено, тут по колено Ага Тут по горло Димка, это он завидует нам Кто тебе мешал тоже подать на перевод в управление? Уехал бы завтра с нами в Краснодар Да нужен мне ваш Краснодар Завидую, завидую Только не этому Уберуйте! Варина! Саша-серат ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отправят куда-нибудь к черту на рога. А у меня тут семья. И что ты тут с ними останешься? Почему? Со мной. Плюс я уверен, нам наверняка новых ребят пришлют. Это же Сочи. Нам очередь выстроиться. Да? Ну просто у нас такая хорошая команда сложилась. И что ж такая хорошая команда не приехала ко мне на помощь, когда у меня командир под водой потерялся? Мы хотели. Но кто-то вам запретил, да? Видимо, надеялся, что Грек там и сгинет. Это неправда. Игорь, не поэтому. О, вот и оно. Да ладно тебе, будь повежлив. Он же командир. Командир-то он временный, пока Грек в больнице. Здравия желаю, товарищ командир. Вольно. Мог бы хоть после похорон не поясничать. Клоун. Что по овине? Еще сигналы были? Пока только та группа лыжников. Больше вызовов не поступала. Объекты все в районе проверили? А здесь метеостанция была? Солнечная? Точно здесь? Да, вот вчерашние фото со спутника. Так, выясни, сколько их там дежурило? Есть. Есть. Дима? Дима! Не кричи, пожалуйста. Борь, ты тут? Что случилось? Завалило нас, похоже. А Дима? И связи нет. Дима, где? Дима! Дима, шли! Что ты сидишь? Помоги мне. Извини. Тут я тебе не помощник. Ну, конечно. Зачем мне помогать, когда можно просто сидеть и смотреть, как Димка умирает? Я не могу. А что ты вообще можешь? Ничего ты не можешь. Слабак, потому что. Всегда им был. Лена, посмотри на меня. Игорь, Касанский, Игорь! Чего там? Лавина большая сошла, Лыжников накрыло. Все горные отряды туда брошены. Наша задача – откопать метеорологическую станцию. Там двое сотрудников в бытовке застряло. Примерная точка у нас есть. Времени у них больше, чем у Лыжников. Я с вами поеду. Не доверяете мне? Меня Ежов сам назначил. Думаете, я с отрядом не справлюсь? Спокойно, спокойно, Игорь. Никому даже и в голову не может прийти, чтобы ты не справился. Ладно, дуй. Информацию всю я скину. Тридцать два пятнадцать на выезд. Пузыря возьмите. Да, спасибо. Похоже, у меня плечо вылетело. Ладно, я сама этот холодильник путину. Лучше плечо мне вправь. Тогда помогу. Как это я вправлю? Я не умею. Борь, ты что? Я научу тебя. Это просто... Что ты боишься? Ну, в крайнем случае, руку мне оторвешь. Ну зачем? Ради чего мне тут лежать? Лежать? А смысл? Это приказ. Можно? Да. Юль. Юля. Вот посмотри, какой у нас доктор симпатичный. Ты бы меня забрала, а то мало ли чего. Чего ж на вывервется? Я уже обещала привязать его. Ваш организм перенес жестокий стресс. Пульс до сих пор учащенный. Лежать. Юп. Угу. Да. Ну вы меня хотя бы на поминки вечером отпустите? Нет. Только недолго. Ну конечно. Ушла. Юль, я не могу. У меня пролежни будут. Я понимаю, Саш. Только вот на поминки тебе совсем нельзя. Я на похоронах не был. Я хотя бы на поминки должен приехать. Ребят поддержать. Ты сама сказала, я им нужен. Да. Кому-то очень нужен. Да кому-то совсем не нужен. Ты про Игоря? Ну да, он за ноза обиделся. Но ничего, отойдет. В смысле, ты думаешь, это Касацкий его? Да нет, конечно, я... А-а-а. Значит, думаешь. Да я не знаю, что думать уже, Саш. Что мне теперь, на работу не ходить? Ну, во всяком случае, у тебя есть возможность упадуешься тут лежаться, пока волушин копает. Юля, от судьбы не убежишь. И не улежишь. А у тебя приказ. Лежать. Выезжали из лета, а тут зима. На этой высоте всегда зима. По координатам она где-то здесь стояла. Угол наклона здесь 30 градусов. Отсюда идем вниз и работаем в этом секторе. А дальше там угол резко меняется. Да там почти отвесно. Поэтому ищем тут. Если бытовка с обрыва упала, значит живых там уже нет. Там вообще-то может вторая лавина сойти. Да что ты говоришь? Правда? Может, тогда по домам? Я к тому, что можно кого-то в стороне оставить. На случай, если нас тут засыплет. Кешу, например. Нам же врач пока не нужен. А может, мы не будем приказы оспаривать? Сейчас не нужен, а потом бац и нужен. А если будем еще время терять, то врач нам вообще не понадобится. Давайте договоримся, в какую сторону бежать, если вдруг лавина. Чего договариваться? Поперек склона. Хватит болтать, доставайте зонды. Кузичка. Ищи. Шаг. Укол. Кужко. Куда ты зондом тыкаешь? Строго перпендикулярно. Ты слово перпендикулярно в школе проходила? Проходила. Шаг. Укол. Вот отчего люди чаще всего гибнут при попадании под лавину? Неужели от параллельных зондов? От кислородного голодания. Дыхание провоцирует нарастание ледяной горки, которое препятствует поступлению кислорода. Шаг. Укол. Соня, ты прям как из учебника шпаришь. Я же училась не так давно. Ну как вы шагаете? В одну линию надо. Да это ты просто торопишься. Делай шаг короче, а то пропустим. Так, подожди. Давай я с краю. Оборобь, взянься по мне. Давай, давай, давай. Пузырь. Давай, шаг. Пузырь. Ты чего, нашел? Зонд, оставь здесь. Упрись ногами. Вот так? Так. Теперь держи меня за руку и тяни. Только не дергай, а просто сильно тяни. Пока не оторву. Или пока сустав на место не встанет. Давай. Сильнее, не бойся. Я не могу. Тебе же больно. Пузырь. 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 Маш, ты там не торопись. Я тебе сейчас помогу. Давай. Давай его пока внутрь отнесем, да? Да, давай сначала внутрь. Эй, бойцы. Привет, пап. Это что у вас там? Откуда дровишки? А, ну если это вы стырили у генерала Ежова, то молодцы. Ну да, мне уже не по годам горох в магазинах воровать. Вот перешла на крупногабаритную технику. Николай, вы не переживайте. Это Сергей Сергеевич договорился, чтобы нам на вечер дали на поминки. Ну и другое дело. Тащи. Ребят, надо на Есенина сгонять. Там в гаражах кто-то стучит и орет. А что, полицию не судьба вызвать, старик? Может, там что-то криминальное, а тут мы нарисуемся? Вызов нам поступил. А там на месте, если надо, вызовешь полицию. Там бабулька какая-то позвонила. Она боится туда подходить. Ладно, я тебя понял. Семечкин, давай тащи, прячь награмленное, а потом за снарягой смотаемся на вызов по-быстрому. Есть. Вить, ну ты же потом настроишь мне его, да? Ну, конечно, настрою. Если меня бандиты не убьют. Где-то здесь. Да нет тут ничего. Ну, что он лаял? Ну, идем-то скорее дальше. А что, Кеша, домой торопишься? Вообще-то у нас сегодня вечером поминки еще. И да, я хотел перед этим заехать в больницу. Зачем? Да я обещал-то вам парнишке с аварией. Лене, что помогу устроиться его на работу. Я хотел навестить Грека еще. Навести, навести. Обязательно навести. Ладно, все, хорош болтать. Дайте, пасы. Нашел. Все замерли. Тут есть. Здесь нет. Здесь нет. Есть. Есть. Иди, смотри, ловилы мы, не только склон. Сильней давай. Все. Что все? Получилось? конечно молодец кстати не хочешь объяснить за что-то меня слабаком обозвала а уже скорее двинем этот чертов холодильник надо бы голову забинтовать только где теперь аптечка отвернись ну и что где здесь так называемые злоумышленники бандиты вроде никто не кричит и не стучит ну давай сами покричи может кто откликнется нет николай давайте мы с вами кричать не будем вдруг бандиты труханут еще бахнут там коунте семечкин ты поменьше телевизор смотрел я николай телевизор не смотрю я их только ворую слушайте давайте просто вот как-нибудь аккуратно вот здесь пройдемся послушаем вдруг подозрительное будет прям шпионские страсти какие-то нам одной юли не хватает я здесь тут есть кто нибудь ой да я здесь ты здесь я здесь ты здесь одна ну одна конечно меня забили я тут стучала кричала давай болгар сейчас 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 мы все откроем там внизу что-то твердое ну так доставай скорее ты можешь заткнуться не хами ему ну елки палки так и знал что все время коту под хвост ты че сейчас поприкалываться решил ага ящик придавил если это ты где ты ящик ты ящик 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 и ящик ящик ищик ящик ну они Черт, ну почему именно аптечка должна была пропасть? Ну так объясни уже, почему я слабак? Холодильник вон поднял. Руки у тебя сильные, а чувства слабые. Какие чувства? К тебе? Например, не захотел с Димкой потягаться за меня? Сразу лапки вверх. Не надо, так не надо. А как я должен был тягаться? Ты же написала, что сделала выбор. Я должен его уважать. Ладно, я уважаю. Когда это я тебя писала? Нашла? Умничка. Давай сюда. Борь, где я писала такое? Сообщение прислала на телефон. Димочка, ты как? Болит. Бинта, считай, нет. Это я, дурак, весело извел, когда ногу поранил. Где болит? Где? Это тебя холодильником пришибло. Ничего. Держись, старик. Будем надеяться, что внутри все цело. Главное, спокойно лежи. Лен, ты что делаешь? Лен, ну что ты устроила? Хватит. Все равно через такое окно не вылезешь. Я эту палку наверх просуну. Она будет в снегу торчать, и нас найдут. Нас ищут наверняка. Конечно, ищут. Только швабра слишком короткая. Ничего, я ее повыше. Да что ж, вынимай осторожно. Сейчас, погоди. И бинта нет. Дим, потерпи. Я дам ему обезболивающее. Ух ты, господи, нормальные люди под ловинами умирают от удушья или от холода еще. А у нас вот какое-то кровавое побоище. Есть. Отлично. Спасибо, спасибо, я побежала. Ой, а вы не просто так. Вы спасатели, да? Конечно, мы спасатели. Мы специально приехали тебя из беды выручать. Здорово. А пойдемте со мной, пожалуйста. Куда пойдем? Полицию надо сюда вызывать. Зачем полицию? Ну как зачем? Это незаконно. Людей в гараже запирать. Да меня брат запер, Вадик. Чтоб я ему не помешала. Пойдемте скорее. Так, куда пойдем? Что он собрался делать? Он котику хочет испытывать, а я ему не давала. Так может, котик сам не против? Я против? А ты же и мой кот тоже. Пойдемте скорее. Ну все ясно. Поехали, машина. Слушай, только не ясно, как они кота хотят испытывать. На прочность, что ли? Да не кота. Они с Тохой изобрели какой-то реактивный парамобиль. С баллоном. А котик у них пилот. Поехали скорее. Пилот хорошо, а вот баллон намного хуже. Нет-нет-нет, дорогая, сегодня я за рулем. Все, дальше склон пошел. Может, она все-таки вниз улетела? Не факт, может, просто слишком много снега. Что ты говоришь? Надо шушку копать, а из них уже прокалывать. Может, тогда и достанем. Вот. Так сразу надо было. Ну давайте сейчас пообсуждаем, как надо было, как не надо было. Копаем шурфы на расстоянии пяти метров. Поперек склона. Вы двое там, мы и Соня тут. Открывай рот. Аккуратно глотай. Вот. Вот, вот. Сейчас полегчает. Зима. Зимочка, ты что сделал? Что ты ему дал? Мышьяк дал. Решил вот за тебя с ним потягаться и отравил. Шучу, Лен. Куда мне? Я же слабак. Просто поперкнулся водой. А в его состоянии даже от кашля отрубиться может. Ленка, нет. Не ложись. Давай, давай, поднимайся. Мы выдыхаем углекислый газ. Он тяжелее воздуха. Внизу его больше. На холодильник сядь хотя бы. А Димка как же? А Димку лучше не трогать. Мы же не знаем, какие травмы у него. Сколько же нам таких надо еще выкопать? Как пойдет. Как пойдет? Отличный ответ. Это говорит наш самый опытный лавинщик. Не побоюсь этого слова. Командир. Ребята, мне кажется, что-то нашла. Это трос от громоотвода на крыше бытовки. Молодец, Соня. Так, все копаем вокруг. О, ну вот и очнулся. Дим, как? Уже не так больно? Вроде получше. Лен, тебе плохо? Нет. Дошновато. Это да. А что ты говорил про сообщение? Ну, то от меня. Боря, прости, я выбираю Диму. Надеюсь, ты примешь мое решение достойно, и мы никогда не будем его обсуждать. Я, как видишь, принял вполне достойно. Более чем. Ну, только я этого не писала. Да ну. И Диму не выбирала? Так, ты же сам. Ты тогда уезжал на переподготовку и написал мне, чтобы я не научилась. И пожелал мне с Димой счастья. Какой я, оказывается, великодушный человек. Вон туда, по мосту. Там у них дорожка вдоль реки. Они по ней запустят эту штуку. Может, сначала без него? Какое сначала? Это же одноразовая модель. И Котика тоже одноразовая. Да что ему будет в клетке-то? Зато прославится. Собак тоже в космос первой мы запускали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ща, ща. Запускает, урванет. Три, два, один. А ну, дошли быстро. Дима, быстро, я сказал! Котика! Отойди сюда. Димичин, ты куда? Давай, спасай коса! Дима, друг, кончай прикидываться. Ты ничего не хочешь нам рассказать? Слушайте, вам не кажется, сейчас не лучшее время для всех этих объяснений, а? Может, и не лучшее. Но другого, похоже, не будет. Ну-ну, Ленка, не вешай нос. Дима, говори. Ладно, хорошо. Это я написал. Еще было свои телефоны раскидывать, где попало. Еще пароли, как у детей. Мы же не думали, что ты у нас такой талантливый. Я тоже не думал, что вы на такое поведетесь. Пошутить хотел. Но это же свинство. Это подло. А нас обоих динамит не свинство. Просто помог сделать тебе выбор. Вот и все. Только надо теперь из себя строить. Она тебя не слышит. Ну, это конец. Есть! Нашел! Вот она! Ура! Погоди, Соня. С живыми достанем, будет ура. Копаем! Копаем, копаем. Лавина! Уходим. Уходим, уходим. Ребят. Бегите, я тут сам. Да какой сам? Уходим, здесь, казаки. Давай, вперед! Соня! Давай, сошла. Теперь точно конец. Да я же сам хотел его вытащить, а тут они. Не, не, сотрудники МЧС. Я бы кочки не бросил. Ага. И сам взорвался, да? Ну и взорвался. Бой. Так, юные исследователи, слушай меня внимательно. Все это, конечно, хорошо. Научное открытие – это прекрасно. Только вот жестокое обращение с животными и незаконное лишение человека свободы – это все статья. И не в журнале «Наука и жизнь», а в уголовном кодексе. Ясно вам? Да, понятно. А мы к вам все в машину поместимся? Все поместимся. Только сначала вам небольшой приз от МЧС. Зачем? На бумки собирать. Зачем? Молодец. Тебе бы экологом быть, а не инженером. Ой. Мама, я бы пошел за мусором. Я тоже. Вадим, стоять! Так, Витя, нам, по-моему, пора. Точно. Спасибо вам большое. Ну, отыщись, ищи. Надо было не остаться. Я бы откопался. Бипер дай. Ты чей сигнал хочешь поймать? Ой, уже нашла. Вот здесь. Ну, ты голова, Сань. Когда успела и трос привязать, и бипер засунуть? Так, две секунды. Молодец, молодец. Давайте, копайте дальше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тут окно. Да осторожней ты, под ним люди могут быть. Видно там кого-нибудь? Эй, люди! Мы здесь. Решетку надо вынуть. Давай болгарку. Потерпите, сейчас мы вас вытащим. Состоянием людей не хочешь поинтересоваться? Вас там трое. Травмы есть? Полный набор. У Димки голова разбита. Ребра, кажется, сломаны. А что с ней? В обморок. Лен. Лен, давай, открывай глаза. Вы ее сильно не трясите. Я сейчас спущусь, помогу. Вы сами-то как, целы? Сам-то я глупцом. Вы бы лучше в сторону отошли. Сейчас мы тут пилить будем. И Федор, тебя это тоже касается. Есть. СПОКОЙНicans. Димку тоже достали Да отпускай уже, что ты в них вцепился Может я боюсь, что ты меня тут бросишь Давай, с дешком прикопаю Давай Еще Еще и раз Юля, аккуратнее с проводом Да, да Если что, то телевизор я подключил, бомбы здесь нет Очень смешно, только бомбы нам тут не хватает Это точно Слушай, Вить, а я тебя спросить хотела Что это за история с этим видео Ну, из-за которого Игорь так на тебя образливался Да дурацкая история Нефедов нашел в сети, как Касацкий в театральный поступает Зря я тогда это все представление устроил Слушай, она у тебя сохранилась? Можешь мне прислать? Я не покажу никому, честно Вить А Горяк? Даже Греку не покажу Хотя, скорее всего, он его уже видел Молодцы На пять сработали Ага, спасибо Ты тоже молодец Эткой пузырь Молодец Ладно, поехали Ну, поминки же надо успеть Ну, в сознание пришел уже отлично Так, значит, у него два ребра как минимум Ну и внутреннего кровотечения, судя по всему, нет Все Ага, разберемся, там скорая внизу ждет Кстати, вы куда его, в четырнадцатую? Ну да Слушай, мне тоже туда надо, возьмете с собой? Да, давай, но только в следующую сядешь Отлично Басику у меня потом заберешь Тебе, наверное, с Димой надо поехать Наверное Я уже сама не пойму, что мне надо Это за тебя никто не решит Да уж Больше за меня решать никто не будет Мне можно с ним? Лена, не надо Ты давай, лучше вещи собирай И поезжай однозавтра в Краснодар Ну, а меня как подлатают Посмотрим, Дима Чего смотреть? Нас в управлении ждут Отвалить отсюда Подальше от гор, лавин и дураков Правильно, Дима С дураками тебя не по пути Здоравливай Лен Лен, ну а ты что? Лен, поедешь завтра? Нет Я тоже дура Останусь тут Лен 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ребят, у него жена совсем молодая. Ужасно. Слушай, Зоя, может ты не пойдешь, а сама расстроишься, мелкого расстроишь. Сереж, ну как я не пойду? Я же его знала. Ну это неправильно. Да просто я не хочу, чтобы ты смотрела на Варю и... Представляла себя на ее месте. Я и так каждый день это представляю. Не волнуйся. А ты просто не думай об этом. Как можно об этом не думать? Так, ладно, все. Идем? Я все, готов. Да. Трость возьми. Э, нет, нет, никакой трости. Ну что за новости? Мне-то не придется много ходить. Ну пока мы до туда дойдем. Чем она тебе мешает? Солидности придает. Бери. Меня от этой солидности уже тошнит. Да пойми ты, ребята и так в упадке духа. Один командир погиб, другой в больнице. Третий на костылях придет. С тростью. С тростью. Ну а если ты будешь при каждом шаге корчиться от боли, это приободрит твоих ребят? А с чего? Я не буду я корчиться. Давай без разговоров. Валечка, я к вам. Опять кого-то мне привезли, Иннокентий? Валечка не привез, а привел. Суперского медика. Он, собственно, и горел, и тонул. И, в общем, он работал в Красном Кресте. Ну, вы сами понимаете. Ого. И где вы такого нашли? Да он нам помог очень сильно недавно. Совершенно случайно оказалась там на дороге, где авария была. Да, знаю. Соболезную вам. Так это вы оказывали помощь девочке из грузовика. А откуда вы знаете? А она у вас? А как? Все хорошо, идет на поправку. Хотя, если бы не вы, все могло быть гораздо хуже. Ну, знаете, как это бывает? Везут, лишь бы привезти. А там уже сделать ничего нельзя. Бьешься, бьешься. Спасибо. Так приятно видеть неравнодушного врача и такого красивого. Вы не подумайте, я это говорю не за тем, чтобы вы меня на работу взяли. Угу. Угу. Ну, собственно, вот я о чем. Возьмете к себе парня? Ну. Вы прогадаете. А? А правда, а как вы узнали, что это я девочке помогал? Ну, мне один пациент рассказал. Угу. Куда? Александр Викторович? Вот, Лень, наш, ты пострел. А? Ну, я сейчас самую. О, ребят, привет. Про этого доктора я вам говорил. Знаете что? Если вам недорого, ваше здоровье. А если недорого, вы меня отпустите? Нет. Кеша, забери ты меня. Мне на поминки надо. Валюш, ну уж так, не свирепствуйте. Все-таки командир отряда, и ну ему нужно там быть. Ну, мы его на такси отвезем. Туда, обратно, быстренько. Ну, мы на пожар же едем, в конце концов. Да у вас вечно какой-нибудь пожар. А с нами вот Леня поедет. Он за ним и посмотрит. Лень, ты же поедешь помянуть майора? Ваш майор отличным спасателем был. Валентина, ну, с вашим пациентом два медика будут рядом. Ну, доверитесь нам. Ну, как мне растопить ваше сердце? Не два, а три. Три. Вы еще нашего Прохорова не видели. Спасибо, мне вас достаточно. Ладно. Забирайте. Есть. Под вашу ответственность. Да. Все супер, бабушки. Спасибо. 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 Ладно. Саня, ты как? Может, тебе таблетку принести? Нормально все. Вы обо мне печетесь больше, чем моя мама. Мы за тебя перед Валентиной в ответе. Да уж, ты не посрами, Леня, перед Валюшкой-то. А может, это любовь с первого взгляда, а? Ну что, друзья, давайте уже за стол присаживаемся. Вы держитесь. Я еще вам дойду. Я пойду. Вот зараза. Докопалась до нее. Кто докопался? До Машка. Интервью с несчастной вдовой. Не стыдно ей такого материала? Ой, салфетки же в машине. В больнице у капитана Грека сегодня был. Он, кстати, уверен, что никто из отряда не мог убить майора. Ну, разумеется. Это теперь его отряд. И он за них будет стоять с горой. Даже за этого Касацкого? Ну, сегодня вполне спокойно, видите. Может, у него биполярка? Нет, скорее, подвижная эмоциональная система и обостренное самолюбие. Вы знаете, один наш сотрудник, Витя Семечкин, нашел про Касацкого в интернете в видео. Угу. Как тут поступает в социальное училище. Так вот, Касацкий ему за это отомстил. Хотя на видео ничего такого не было. Как отомстил? Стал встречаться с девушкой, которой он нравился Витя. Угу. Да, я понимаю, это непреступление. Ну, однако. На звоночек. Ребята, ну идите уже за стол. Хватит бегать. Давайте помянем Валеру. Сидяйте. Спасибо вам большое за теплые слова. Не знаю, может ли он нас сейчас слышать, но знаю, что для него это было бы очень важно. Валера был очень светлый человек. Мы с ним хотели уехать, но он на самом деле не хотел, он только из-за меня. Он бы скучал по вам, по всем. А я скучаю по нему. Земля пухом, Валера. А теперь я бы хотел, чтобы мы посмотрели видео. Маша специально сделала ролик в память о нашем Валерии Аркадьевиче. Маша специально ездила к Варе. И они отобрали фотографии специально для этого вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Маша. Да, спасибо. Спасибо. Может, кто-нибудь еще хочет сказать? Я скажу, с вашего позволения. Мы с Валерой очень давно вместе. В одном отряде. В одном подразделении. Что? Что? Лога под столом. Где многие поднять? Уперлись. Тихо, слышишь меня? Отрубился. Да. Так, отреживайся. Что с фазой? Откуда? Отключил. Срочно скорую вызывать. Он жив? Да жив, жив. И пока ждем. Постарайтесь вспомнить, в какой момент под столом появилась вода. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего там? Кранты, все, приехали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что у вас там? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мотор, кранты. И течь. Да ерундовая. Может, мы вас на буксир дотянем? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не, не дотянете. Выгруженные мы тоже. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Короче, Вова, идите к берегу и ныкайте груз. А потом за нами вернетесь. Принесите старый мотор и залататься чем-нибудь. Так отнесет же нас. Ну ничего, телефоны есть, найдемся. Ну, добро. А чего, если не вернутся? А вот ты это и проверишь, Стасик. С ними пойдешь. А с нами Вовкин сын останется. А? 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 Как тебя звать-то? Слава. Ну давай, Слава. К коммунизму. Вылезай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Аккуратно принимай. Сейчас. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Держитесь там. Слыхал, Кость? Держись тут. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИН ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Если бы у нас была частная клиника, я бы вашему отряду продала обнями. Угу. Боюсь, мне не светит вернуться в тот отряд. Ну, не все так страшно. Валя, я врач. Я кое-что понимаю в компрессионных переломах позвоночника. Еще повезло, что при таком ударе тока сердце выдержало. Только позвонки полетели. Здрасте, здрасте. О, больной, смотрите-ка. Здорово. А вот и паломники с утра пораньше. Ну, как вы себя чувствуете, Иннокентий? Ну, вот ты еще раз меня так назовешь, тебя, доктор, сделаю пациентом. Пока я не уснул, просьба есть. Да, Иннокентий, простите, что для вас? Меня надо заменить. Вот им нужен очень хороший врач. Ты, Лень, хороший. Ты нужнее там. Ну, у меня же нет такой подготовки, и я Валентине обещал. Лень, а ты какой-то подготовки говоришь после Красного Креста? Я здесь надолго, и... Уж когда, если я восстановлюсь, то тогда, ну... Лень, соглашайся. Хорошо. Я готов. Берег тут не очень. Я через два километра одну бухту знаю, можно туда. Какие два километра? Ты что, псих? Думаешь, эти псих в береговую не стукают? Вылезаем пока пусто. Блин, в медь! Отдайтесь, вылезаем! Вер, ну, поломались. Как бы ничего бывает. Ну, ничего страшного, за нами уже вторая лодка идет. Я тебя жду, Кость. Катюню оставлю пока у бабушки. Если сегодня опечатывать придут, ей лучше не видеть. Вер, не волнуйся, я успею с деньгами. Да бог с ним, главное, сам приезжай. Осторожней там, ладно? С Артуром этим. Я ему не верю. А, слушай, тут связь пропадает. Мы далеко от берега, я тебя позже наберу. Ладно. Хорошо, пока. Что, с деньгами хочешь успеть? А кто пищал? Глуши мотор, сдаемся. Лучше без денег, чем с пулей. Если бы я знал, что вы дорогую алкашку возите, я бы не пошел с вами и лодку бы не дал. А он не знал. Он не знал, он думал, что мы через кордон чай возим. Ты, Костян, как был дятлым, так дятлым и остался. Слушай, фигня это все. Не останавливайся. Надо НЧС вызывать. Надо лодку сперва с камней снять. Пусть они снимут. Заодно ментам позвонят. Ага. Давай, иди помогай сюда. Давай, давай. Давай, 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 давай. Слушай, до пигня это все. Надо ее разгрузить, и она легче будет. Куда? Ящики весят дофига. Будем разгружать, перебьемся. Надо попробовать задним ходом стоять. Ты видишь мотор на камнях, Мишина? Тогда давай толкать. Да, я садила прямо напротив Нефедова, и я не могу вспомнить, чтобы кто-то рядом с ним наклонялся под стол. Да не обязательно рядом с ним. Вообще, кто-нибудь из сидевших за столом нагибался? Ну, может, там, вилку уронил или нет? Не помните? Я постоянно прокручиваю про себя этот эпизод, и не, я ничего такого не заметила. И вот так все, куча народу, и никто ничего не видел. Все же на экран смотрели. Ну, так вы же и сами ничего не заметили. Хотя специально пришли на поминки, чтобы за всем подозреваемым понаблюдать. Ладно, у Семечкина с Нефедовым какие отношения? У Семечкина? Да хорошие, дружеские, можно сказать. Нефедов его даже защищал. А, вы про Семечкина спрашиваете, потому что отпечатки его на том проводе. Так это он телевизор подключал. Я в курсе. Да? А на бутылке, из которой вода пролилась под стол, на ней отпечатки нашли? Вы свидетели Юлия Владимировна, хоть ничего и не видели. А свидетели вопросов не задают. Понятно, значит, не нашли. Ну, в общем, это и правильно. Он же провод руками не трогал, просто ножом его проткнул. С бутылки он выходит, отпечатки стер. Кто? Ну, хотела бы я знать, кто. Но вы же знаете. Но почему-то не желаете мне сказать прямо. Вы же знаете, с кем у Нефедова вчера произошел конфликт. Вчера? Вчера. Да я не знаю, честно. Честно, честно. Да. А я думаю, с тем человеком, от которого Нефедов защищал Семечкина. И у которого был зуб на Дронова. С Игорем Касацким. Зачем вы его покрываете? Я никого не покрываю. Я просто считаю, что мотива недостаточно. И нужны доказательства. А они есть. Вот так. Ну, давай! Стас, ну ё-моё! За неё кайф! Тащи меня! Стас! Стас! Она на двух камнях застряла. Она мне ноги придавила! Держись! Оттаскивай! Стас! Это хорош! Сейчас! Всё, я звоню вычерк. Сколько времени прошло после крушения? Пятнадцать минут. Понятно. Вы кровь пытались остановить? Да. Спасибо за информацию. Заявка принята. К вам выезжают. Субтитры создавал DimaTorzok Прошу любить и жаловать. Леонид Кистрин. Замечательный человек и отличный доктор. Добро пожаловать в команду. Сейчас Прохоров придёт, тебе всё расскажут. Хорошо. Чай? Быстро ты замену Нефёдова подобрал. Если надо будет, нас так же быстро заменишь. Ну, вообще-то меня сам Иннокентий подобрал. Меня тоже не проблема поменять, да, Игорь? А вы его видели, Нефёдова? Да, да, конечно. Он поправится? Конечно, конечно. При грамотном лечении. У него компрессионный перелом позвоночника сложный. Это месяцы реабилитации, но он обязательно поправится. Саша, отпустишь нас? Мы бы его навестили. Нельзя это после дежурства сделать. А вот Юля идёт. Наверное, тоже из больницы? Нет, ребят, не совсем. А откуда? Езжай, конечно, Соня. А если пожар или наводнение? Саша, там это, кораблекрушение. Один под лодкой застрял, другой с разбитой головой. Надо катер спускать. Так давайте лучше мы. Ваш отряд вчера выходил. И доктору, наверное, освоиться надо как-то, да? Ладно, езжайте. Саша, может, тебя на минутку? Попросим соседей, седьмого пивца нас добрать. Прохор Штеночкин, за мной! Слушай, ты не подменишь меня на полчасика. Это не вопрос. А что случилось? Засиделся, пройти хочу. Смольяна, что ли? Ну, да. О, нет, перерыв. Я вот ей пирожки нажарил. Хочешь? Взятки пирожками? Ладно. Давай, беги. Иди гуляй. Помолодел, старик. Заткнуть бы чем. Потонем, пока заплатку дождемся. Не успеем. Они скоро вернутся. Че ты решил? А Вовка сынка своего не оставит. И долго они нас искать будут. Связи-то нет. Надо что-то делать. А у меня там винтики вроде завалялись. Это что? Руки убери. Артур, ты в своем уме? Закрой и несу свой нос. Я закрою. Я сейчас закрою. Я в мой дел. Я на то не подписался. Слав, бежи ему. Давай. За торговлю оружием дадут по полной. У меня дочь. Я не готов до конца жизни сидеть в тюрьме. Еще что-нибудь выплешь? Вот наступит конец твоей жизни. Вот такие дела, Марьяночка. И психология тут ни при чем. Да, уж тут криминологией пахнет. Мне ребят жалко. Помочь им я не в состоянии. Молодь, вот это правда зря. Да, но вам достаточно просто рядом быть, и, видимо, уже легче. Правда? Простите, пожалуйста. Это вы нам? Да, пожалуйста. Помогите мне. Ничего себе. Верхолаз. Я за шариком Кати на день рождения. Понятно. А это не твой дом? Нет, здесь Коровин живет. Он очень злой. Но его сейчас нет. Он по утрам на рынок уходит и со всеми ругается. Так вот он сейчас придет, нас впустит, и мы тебя снимем. Вы не успеете. Он убьет меня сразу. А ты сам-то как туда пролез? А вон там доски раздвигаются. Стой. Нет, ну это... Это вообще никак. Даже вы, Марьяно, не пролезете. Я с вашими пирожками скоро ни в одно платье не пролезу. Так. Высоковат, конечно, но можно попробовать. Что? Что можно попробовать? Что вы с ума сошли? Да перейдите, Марьяна, не совсем уж я старая развалина. Вот вы тут и развалитесь. Я вас не пущу. Давайте, зовите своих ребят, пусть они там, я не знаю, лезут куда-то. Ну, по-хорошему надо хозяина ждать или участкового вызывать. Не могу же я просить ребят лазить втихаря по чужим садам. Ладно. Подождите меня здесь. Подожду, а вы куда? Пять минут. Сынок, ты сиди спокойно там, я скоро приду. И ты пузырь сиди, охраняй Марьяну. А ну-ка не бегать! Олодя! Олодя! Тут яма ведь! Принято. Он уже выдыхается. Ну, ничего страшного. Главное, что все живы. Держу. Как там у тебя, Кость? Живой? Пока живой, крови много потерял. Ага, взял. Да что ж она у вас такая тяжелая? Что у вас там внутри? Ну, так. Так, я еще раз давайте попробую, а вы держите. Олодя, не ждали? Я думала, вы с автолестницы приедете. Ну, откуда у нас-то? Мы ж не пожарные. И потом на ваш вину с лестницей весь район сбежится смотреть. Это что, кровать? Ничего ты от вас не скроешь. Пузырь, пошел. Тащи пузырь. Отлично. Включаю. Надувается? Еще как. А как же вы ему даже не сказали, куда нести? Как он вас без команды поднимет? Да не вам не дело. Он спасатель покруче нас всех. Сам знаешь, что делать. Давайте я слезу, помогу. Не надо. Руль держи. Так, камни у нас растолкать не получится. Скорее всего. Ну, значит, выход у нас один. Сейчас будем разгружать нашу лодку. Даже не думайте. Груз слишком хрупкий. Влаги боится. Вы не беспокойтесь. Мы аккуратно будем вытаскивать. Даже не думайте. Даже так. Ну что, вы долго еще? Мне его срочно в больницу надо. Вы что хотите? Под своим нежным грузом остаться тут навеки? Лучше останусь. Я за него головой отвечаю. Ну, а мы отвечаем головой за вас. Давай, ведь разгружай. Угу. Не надо ничего трогать. Да вы что? Ведь, а глянь-ка, что у них там в этой лодочке? Ага. Оно тут надулось, кажется. Ну, тогда прыгай. Ну, тогда прыгай. Ой-ой-ой. Вылезай. Страдалец. Там какие-то звуки в доме. Кажется, он вернулся. Кто? Коровин? Ну, тогда беги скорее отсюда. О, а шарик-то? Ой. Я его сдул. Пойду попрошу надуть еще раз. Ну, давай. Катя тебя, наверное, ждет тоже. Беги. А если вас Коровин застукает? А не переживай. Он Коровин. Я Быков. Мы с ним пободаемся. Спасибо вам. Давай. Так, ну что, сдулся вроде. Давайте вытаскивать. Стоять! Ворюги проклятые! Пузырь молодец. Подвинься. Вы кто такой? А? В моем саду. Я сейчас полицию вызову. Так, Коровин, а вам кто разрешил здесь вот так вот бегать и орать? Ой, Марина Ивановна. Да, здесь проводится учение МЧС. А вы идите домой и измерьте там сатурацию, понятно? Я каждый раз верю. У меня все в норме. Честное слово. Ингаляцию, как вы велели. Да, да, да. Вот ты молодец, отлично. А бегать не надо. И идите домой. Все. Всего хорошего. Здоровья вам. Ну, а кризис. Поехали. Прошу. Слушайте, тут виски, походу, очень дорогой. И, разумеется, контрабанда. Ну, как я и думала. Так, 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 ну-ка, ну-ка, слышите меня? Как зовут? Слава. Очень хорошо. Слава, у Артура в лодке. Вот тот? Да, вот это уже плохо. Кое-что у вас там. Блин, слушай, Лидия, это круто. Вот про кого Машки надо репортаж сделать. Ты уже сам для нее сюжет придумываешь? Да я шучу. У тебя девушка журналистка? Она не моя девушка. Ну и зря. Хорош. Очень правильно, что ты к нам пришел. Тебе бы в обычной больнице после Красного Креста было бы скупать. А у нас тут очень весело. Ухахатываемся, да? Добрый день. Гражданин Касацкий, вы задержаны. Прошу проехать с нами, вот постановление. Почему? А, я понял. Мой хороший друг Нефедов наябинетил, что у меня с ним ругань вечная. Стоп, подождите. Ругань это не повод. Ругань, конечно, не повод, а только мотив. А вот рация, которую мы нашли на месте гибели вашего командира, с вашими отпечатками, это уже повод. Какая рация? При помощи которой вы заманили Дронова к месту взрыва. Пройдемте. Извините. Бурет какой-то. Он же все равно меня утопит. Иж бы деньгами не делиться. Ты сейчас хлебала не закроешь, точно утоплю. А я бы не взял твои деньги. Мне лучше дом, свою банку отдать, чего. Вот на таком зарабатывать. Ой, не взял бы. Кто б тебе дал-то? Покупатель мой. Нужно мне еще делиться со всякими дебилами. С какими дебилами? Ты себя дебилом считаешь? Нет. Нет? Нет. Ну тогда думай, чем воду вычерпать. А то потонем до прихода наших. Витя! Давай с двух сторон лодку поднимать. Волна пошла, ему сейчас ногу размолотит. Я отсюда. Гидравли не попробую. Спокойно, сейчас. И раз, и два, и три. Держи, ведь достаю. Давай, пошла, пошла, пошла. Это какое-то проклятие на мне. То отца мы его задержали, теперь вот Игоря. Да, ну, отца же выпустили. Может, здесь тоже все наладится. Я вот всегда считал, что спасатели – это такие люди, которые, в принципе, не могут ничего плохого. Тот, кто спасает других, он разве может убивать? У нас тоже в голове не укладывается. Ну, а врачи, они ведь тоже спасают людей. Среди них тоже бывают убийцы, нет? Я не встречал. И потом, врачи – это не то же самое. Они собой не рискуют. А тут человек, готовый отдать свою жизнь в любой момент. Свою отдать, а чужую забрать? Да что мы обсуждаем вообще? Нашего товарища обвиняют в убийстве. Мы что, все поверили? А ты, типа, не веришь? Да, он не верит. Никто не верит. Разбираться надо. Я разберусь. Слава, это понимаешь, да? Он меня обманул и вас всех тоже обманет. Артуру верить нельзя. Он и сам никому не доверяет. Иначе бы не оставил тебя тут в заложниках. Он успел про Слинаславу сказать. А что именно сказал? Он сказал, что Слава находится на лодке у Артура. Так, значит, где-то есть еще одна лодка со Славой Артуром. Стас! А вот вы как считаете, этот ваш Артур, он опасный человек? А ну, тихо! Слава! Слава! В лодке! В лодке! Ждут нас! Ждут нас! Заткни фонтан! Пробоина! Ты идиот! Они там погибнут! Мотор! Мотор! Телефон! Телефон! Точка! Точка! Так, сейчас! Давайте палец! Есть? Ага! Алло! Добрый день! МЧС! Майор Аверина! У нас вот пострадавший признался! Где находится лодка! Лодка не на ходу! Сейчас скину вам координаты с телефона пострадавшего! Да, мы сейчас даем у врача, мы поможем искать! Приехали! По концу! Здравия желаю, майор Аверина! Мужики, принимайте это! Давай на выход! Скорая где? Через минуту будет! А лодка с контрабандой где? Мы ее там оставили, на буксере ж тащиться! Сейчас вам координаты скину! Да я вообще внимания не обратил! Мы много оборудования оттуда вынесли и все побросали в багажник! Я думал, что я рацию тоже на автомате туда бросил! А на самом деле? Потеряли, да? Я не знаю, как я мог ее потерять! Она у меня здесь висела, как всегда! Может, ее стащил кто-нибудь? Кто? Грек? Это он во всем виноват! Ну, а с другими у вас тоже такие отношения? Тоже такие, тоже нормальные! А с Нефедором? Капитану Нефедору, у меня никаких вопросов нет! Он ко мне цеплялся, я ему отвечал, это тоже нормально! Ну, а насчет Софьи Кружко? С ней у вас более теплые отношения, насколько мне известно! И что? И ее ведь не было рядом с вами, когда погиб майор Дронов! Весь дым повсюду, нечем дышать! Никто не приходит! Да, это тот голос, который мы слышали в рации в тот день! И он, по-вашему, не похож на голос Кружко? Совершенно не похож! Вы считаете, что похож? Может, тогда Кружко всех убило? Захваченные преступники дали показания о том, что глава рейхбанды, рецидивист Артур Изюмов скрылся на третьей лодке с контрабандным товаром. Судя по всему, эта лодка получила повреждения и до сих пор находится в море. Алло, здравствуйте, я. Мне нужно сделать сообщение по поводу этих контрабандистов, которых ищут. Я их по телевизору увидела. Понимаете, с этим Артуром Изюмовым я его знаю. С ним в море пошел мой муж. Константин Чуднов. Да. Пожалуйста, вы его спасите, ладно? Он ни в чем не виноват. Он не знал, что там контрабанда. Так, значит, этот квадрат мы прочесали, значит, надо сюда. А тут-то пограничники прочесывают. Можем здесь посмотреть. Забираем вправо на два часа. Ты думаешь? Не знаю. Слушайте, а там уже что-то черное виднеется. Семенский, у тебя зрение как у Орла. Там правда какой-то чемодан плавает. Да? Давайте к нему подойдем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надо же! Думаете, ты у них попал? Ну, судя по тому, что обычно в таких кейсах перевозят. А что в таких кейсах перевозят? В основном оружие, Семенский. Оружие? Так, если они были здесь, а вот это течение самое сильное, то с них было их, по идее, в ту сторону. Получается, где-то по пути выронили? Да, но кейс-то легче. Значит, его сносило другим течением по поверхности. Получается, оно надо в другую сторону. Послушай, надо звонить по гранцам, потому что неизвестно, что происходит на этой воде. Ну, вообще, да. Такие чемоданчики просто так в воду не выбрасывают. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. А где все? Кто где? Ты чего такая? Что-то случилось опять? Тебе до этого мало было? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ясно. Извини. Если ты Фомина ищешь, он на пирс пошел. Да почему обязательно Фомина-то? Мне бы хоть кого-нибудь. Ну, можно и Фомина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Она опять выпала, что ли? Вы же понимаете, что никто за нами не придет. Сто раз нашли, если бы искали. Или они где-то сами потерялись, дятлы? Может, их повязали? Типун тебе. Слышь, я, между прочим, еще не решил, что с тобой делать. Потонем скоро. Если не потонем, нас найдут пограничники. Все равно всех посадят. Слава, раздержи меня. Ты же понимаешь, ты в плену, как и я. Только он один, а нас двое. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все, Костян. Решил, а что с тобой делать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мочи его. Я зачем? А за тем, что эти пушки нам заказали. Серьезные ребята. И они требуют, чтобы ненадежных людей мы убирали. Это закон. А теперь ты мне докажи, что ты надежный человек. Не зря мы тебя с собой взяли. Бери. Лучше ты меня убей. Зачем пацана кровью мазать? Могу и обоих. С пистолета стреляли. Оттуда! Поддай-ка. Точно, там лодка. Есть полный ход. Не дождемся. У нас оружия нет. Так еще мы полдня просто так мотали, чтобы там трупы выловить. Правильно, Юль. Полный ход. Иди мне, будешь, иначе сказать, что ты не специально промахнулся. Ладно, гаденыш, я сам. Артур, оставь пацана. Отнись, сука. Даже так. А ты уверен, что это правильный выбор? Нет, вообще все неправильно. Вообще все неправильно. А ты сможешь? Ты сможешь? Ну, давай, ты же сможешь. Давай! Давай, давай! А я могу. Слава, береги. Слава, береги. Слава, береги. Слава, береги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюда, давай. Так, стоп-стоп, аккуратно. Ага. Сокерка там расстреляна. Аккуратно. Небезец. Давай, давай. Держись. Давай, аккуратно. Да просто офигеть. Касацкин. Серьёзно. Скажи сенсации. Дима, хватит уже, а? Опять ведь прощения будешь просить. Ну, это точно. Ну, прости, я… Я просто переживаю. Да ладно. Я уверена, что его отпустят. Он же не виноват. Больше всех Варвару жалко. Жену Дронова. Слушай, а почему она никогда к нам на базу не приходила? Вон, Зоя всё время приходит к нам. К Саиду. И всех нас знает. Откуда я знаю? Не ко всем жены обязаны на базу приходить. И дочери. И пожалуйста. Могу вообще не приходить. Хочешь? Нет, не хочу. Да, задержали троих. Один ранен. Огнестрел. В больницу. Его сами отвезёте? Отвезём. А остальных к вам везти? Нет. Нам одного. Изюмова Артура. А второго отпускаете. Он свидетелем пойдёт. Пусть он жене скажет спасибо. Прибежала в полицию. Такой шум подняла. Повезло тебе с женой, Костя. А ей со мной не очень. Поняли вас? Скоро будем. Ну почему? Ну почему? Ну почему? Ну можно же пламеня с собой взять? Ну да, тебя брать с собой. Под пули. Ну да, конечно. Давай отнесу. Спасибо. Ну дайте мне хотя бы интервью. Вы же целую банду поймали. Это такое сюжетище. Пожалуйста. Так возьми его вон у Семечкина. Он тоже там ловил, ловил. Всё сделал сам. Не, какое самое интервью? Для хорошего сюжета герой должен быть обаятельный, красивый. Ну вот как наш майор. Что? Ну что, вы же о сыне давно мечтали. А к вам после Машиного интервью очередь выстроиться из будущих мамок. Семечкина, я смотрю, ты в последнее время дерзкий стал. Ну пожалуйста, ну малюсенькая, ну крохотулечку, ну интервьюшечку маленькую, пожалуйста. Да тебе дам, конечно, Мария. Я с ней такой гордый, как Невдерой. Скажи мне, а сколько у тебя подписчиков? Тридцать две тысячи. А что? Мне надо к ним обратиться. Здравствуйте. Служба судебных приставов. Вот постановление на арест вашего имущества. Да, конечно, проходите, описывайте. Спасибо. Вот и все, Ир. Теперь мы бездомные. Вот такой у тебя муж непутевый. Зато живой и свободный. Как-нибудь проживем. Там про вас по телевизору говорят. Идите гляньте. Константин Чуднов хотел заработать деньги, чтобы оплатить задолженность. Только в море он осознал, что речь идет о контрабанде. Он поступил как герой, но кредит в банке остался неоплаченным. Узнав об этой беде, сотрудники МЧС обратились к людям за помощью через популярный блог Марии Петровой. Уважаемые подписчики, отряд МЧС 32-47 просит помощи в сборе денежных средств для Константина Чуднова. Парень пытался сохранить свой дом для жены и дочери. А когда понял, куда его втянули, вступил в схватку с очень опасным преступником. И так же спас жизнь человеку, рискуя собой. Хозяева! Есть кто живой? Слушайте, ну что вы, зачем? Спасибо вам. Ух ты! А вас и там, и тут показывают. Ну что я могу сказать, мужики? Народ у нас неравнодушный. Тебе за три часа всю сумму для банка собрали. Так как же? Это же невозможно. Да мы сами сначала не поверили. А я верю. Потому что люди вам верят. Спасатели. Никому так не верят, как вам. Да перестань ты. Спасибо. Спасибо вам. Соня. Я столько защищала его. От всех. И правильно делала. Ведь ты прости, я наорала на тебя тогда. Думала, ну, характер у него такой тяжелый. Это ничего. Думала, я помогу ему. А как тут помочь, если… Соня, ну, когда твоего папу задержали, улик против него было гораздо больше. Но ты же в них не поверила. Да потому что я знала, что папа невинная. Ну, откуда ты могла знать? Просто ты своего папу любишь, вот и не поверила. Соня, если ты, ну, по-настоящему любишь Игоря, ему нужно верить. А ты ее решил? Ну, не я же его люблю. Привет. Кино смотришь? Угу. Детективы. Ух ты. Я думала, ты их не любишь. Ну, с волками жить. Ну, что? Всех поймала, арестовала? Всех-всех. Город опустел. А, вот почему ты домой приехала. А по дороге никого допросить не могла? Я не понимаю твой тон. Что тебе бы не нравится? Мне не нравятся твои вечные детективы. Ты даже на вызов поехала и только к бандитам. Хорошенько дел, как будто я их выбирала. Может быть, не выбирала? Но убийство Дронова тебя точно никто не просил расследовать. Угу. Вот я и не расследую. Да? Угу. А кто на поминках со следаком шептался? Кто его на Касацкого натравил? Ну, перестань. Волошин эту рацию нашел без меня. И от Причаткина они тоже нашли без меня. Ты сегодня где была? У Волошина? Молчишь? Значит так. И вызов наш ты специально перехватил. Чтобы Касацкий остался на базе и дождался ментов. Я ваш вызов перехватила, чтобы ты туда с ним не поехал. И не выпал, например, из лодки. Совершенно случайно. У меня вот такой вопрос. Если Касацкий такой хитрый убийца, зачем он оставил на месте преступления рацию со своими отпечатками? Я не знаю. Ты же мне сказал не лезть. Я не лезу. Не лезть, Юль. Ты из органов ушла? Угу. Вот и не лезь. И к сотрудникам моим тоже не лезь. Приятного аппетита. Я смотрю, может она и не там. Слушай. Не надо рисковать всей командой. Не надо рисковать всей командой. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...